Более всего Раскольников страдал на каторге от уязвленной гордости и заболел от этого. На преступление своё и последующий провал он продолжал смотреть, как на простой промах. Стыдился лишь того, что не вынес решительного шага и, стало быть, не имел права пойти на него. А потом побоялся убить себя, как Свидригайлов. От товарищей по каторге его отделяла непроходимая пропасть. Раскольникова ненавидели все, даже те, кто был гораздо преступнее. Однажды все разом напали на него, крича «Ты безбожник, ты в Бога не веруешь, убить тебя надо». Но все каторжные очень полюбили Соню, хотя знали, что она последовала именно за ним. Эти грубые люди называли её «болезной нашей матушкой» Софьей Семёновной, а Соня писала для них письма к их родным. В болезни Раскольников увидел страшный сон о том, как микроскопические трехины вызвали на земле страшную болезнь. Они вселяли в людей сумасшествие. Каждый считал одного себя во всем правом и начинал в бессмысленной злобе убивать других. По всему миру дрались и резались. Всё погибало. Спастись и начать новый род человечества на очищенной земле было предназначено лишь нескольким праведникам. Соне редко разрешали навещать его в больнице, но она приходила посмотреть издали на окна. Раз Раскольников внезапно увидел её, стоящей так, и что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце. Вскоре он ранним утром пошёл на работу в сарай на берегу реки. Перед работой он сел у берега, глядя на реку и широкую степь за ней. Вдруг подле него появилась Соня в своём зелёном платке и, приветливо улыбаясь, протянула ему руку. Что-то как бы подхватило его и бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени. В глазах Сони засветилось бесконечное счастье. Она поняла, что он любит её и что настала, наконец, эта минута. Их воскресила любовь. Они положили ждать и терпеть семь оставшихся лет. Раскольников чувствовал, что воскрес, что обновилось всё его существо. Даже бывшие враги его среди каторжных глядели на него иначе. Он ни о чём не размышлял. Вместо диалектики наступила жизнь. Он пока не знал, что эта новая жизнь достанется ему недаром, что её надо ещё дорого купить, заплатить за неё великим будущим подвигом. Ели в шатаula. Продолжение следует...